Приветствую вас. Мне бы хотелось в начале сказать о том, что вам для начала нужно пройти медицинское обследование на выявление у себя физиологических причин того, что с вами происходит. Причин может быть не одна, пугать и как-то готовить вас к чему-то другому я не хотел бы, но тем не менее, вам нужно с такими вот симптомами, точнее с таким набором симптомов, вам бы желательно обратиться бы все-таки сперва к врачу по месту жительства и потом уже, если у врача у вас будет очевидно, что проблем никаких нет у вас, то тогда, конечно, вы обращаетесь к нам и вопрос, который вам я лично хотел бы задать, заключается в том, всегда ли вы были такой или нет. Если вы такой были не всегда, то тогда вам нужно ответить также на вопрос о том, с какого момента вы стали испытывать вот подобное поведение, подобные чувства. Потому что, ну, по вашему описанию получается так, что у вас достаточно периодный какой-то вот идет психологический конфликт внутренний, может быть депрессия, может быть депрессивное состояние, точно сказать пока нельзя, неуверенность в себе, это комплексы, это низкая самооценка, это непонимание, это непонимание, кто вы куда идете, там, к чему стремитесь и так далее. Со всем этим нужно разбираться, потому что вот так, я бы сказал, вот так вот в информации вопрос-ответ, отвечать вам, что с вами, это значит, по сути, давать какие-то такие общие предположения относительно того, что с вами происходит. В действительности может быть достаточно широкий спектр возможных причин, но, как я уже сказал, скорее всего, у вас именно вот какие-то моменты, связанные с комплексом, наверное, может быть с детско-родительскими отношениями и так далее. Со всем этим в любом случае нужно разбираться и, соответственно, вам желательно бы обратиться к психологу приватно для того, чтобы вместе с ним проработать суть ваших проблем, потому что, ну, сами, я надеюсь, вы понимаете, то, что с вами происходит, это ненормально, и вот так вот за один ответ вам помочь вряд ли есть реальная возможность. Конечно, вы можете сами стараться с этим смириться, но вопрос в том, будете ли вы счастливы от такой жизни и будете ли вы получать удовольствие от, опять же, такой жизни. Этот вопрос, он будет оставаться для вас открытым. Поэтому здесь я могу порекомендовать вам для начала не пугаться, не торопиться. Сначала обратиться все-таки к врачу, спокойно пройти обследование на предмет заболеваний, которые могут вызывать такие симптомы. И потом, если у вас прямо все будет здорово со здоровьем, то тогда, конечно, вам будет хран и с нами уже вам предстоит определить причины таких вот ваших моментов, ваших симптомов. То есть тут все зависит от вас на самом деле, если вы хотите с нами работать, вы хотите действительно, если вы настроены действительно на взаимодействие с нами, то тогда, конечно, мы вам поможем. Если вы задаете этот вопрос просто, ну, так знаете, страшно, да, то без серьезного намерения работать, без серьезного намерения посетить врача, то тогда, конечно, это более печально, потому что, ну, все-таки эксперты, в частности, я потратил какое-то время на то, чтобы ответить вам на вопрос. То есть, еще раз, Сара, у вас достаточно широкий набор симптомов, как психологических, так и медицинских. И сперва вы проверяете медицинские симптомы физиологические, потом мы работаем с вами в психологических направлениях. Ну, о том все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего доброго и удачи.